Здарова всем! В этом видео мы поговорим о сжатии текстур в играх. Короче, будет интересно, я начинаю. Кстати, данное видео было создано благодаря грузинскому медведю. Если вы также хотите, чтобы я снял видео на определенную тему, или же просто хотите что-то спросить и поддержать тем самым этот канал, ссылку на Donation Ask Me я оставил в закрепленном комментарии. Там, кстати, ссылка на наш Discord и Telegram канал есть. Начнем мы с того, что ютуберы называют сжатием текстур. Дело в том, что то, что они называют сжатием текстур, не совсем сжатие, а изменение уровня детализации объекта, то есть Level of Detail или же LOD. В играх каждый объект имеет несколько уровней детализации. Работает это следующим образом. Когда игрок отдаляется от моделей, то их уровень детализации ухудшается. В нем становится меньше полигонов, текстуры становятся более размытыми, и чем дальше игрок от объекта, тем качество моделей хуже. А когда он совсем далеко, то модель и вовсе исчезает. Таким образом, разработчики оптимизируют свои проекты, ведь зачем четко отрисовывать объекты, которые находятся далеко от игрока? В принципе, логично. Особенно сильно это проявляется в старых играх. Поэтому обычно у каждой модели есть свой клон с более низкой детализацией, который заменяет основную модель, когда игрок отдаляется от нее. Так вот, у таких, назовем их клонами, иногда бывают свои текстуры, которые отличаются от оригинальных. А если мы возьмем эти текстуры и наложим на первоначальную модель, то получим как раз такой результат, который ютуберы называют сжатием текстур. И это отлично демонстрирует CSGO. Посмотрите, как изменяется текстура при приближении к игроку. Я бы назвал это смещением лода текстур, но у нее уже есть нормальное название, а именно мип текстурирование. Думаю, с этим все понятно. Теперь разберем, как это работает на практике. Итак, если вы владелец видеокарты от Nvidia, то вам потребуется Nvidia Inspector. А если вы владелец карты от AMD, то вам нужен либо Radeon Mode, либо Ati Trade Tools. Кстати, архив с этими прогами я залью в свой телеграм-канал и оставлю ссылку в закрепленном комментарии. Начнем с того, как это делается на видеокартах от AMD. Итак, для этого заходим в Radeon Mode. Эту программу вы можете скачать в моем телеграм-канале. Далее переходим во вкладку UMD. Здесь мы находим такой параметр, как Load ADJ. По умолчанию у вас будет здесь написано Node Font. Вы нажимаете сюда и ставите здесь тройку. Или же десятку. Чем выше это значение, тем более размытые будут у вас текстуры. Ну а если вы поставите здесь минус 3, то текстуры наоборот будут более четкие. Такое ощущение, будто картинка за... Ну, наложили на нее фильтр резкости будет. Такая резкая-резкая. Короче, если хотите размыть текстуры, то ставите здесь 3. Мне кажется, это самое оптимальное значение. Стоит отметить, что такой способ работает далеко не со всеми играми. И лично у меня работает только с CSGO и другими играми от Valve. Ну и с крокодилом Far Cry 6. Хотя стоп. Эта штука и без всяких модификаций выглядит так размыто. Ну а для владельцев видеокарт от Nvidia вам понадобятся следующие действия. Открываем Nvidia профиль инспектор. Ищем тут анти-алийзинг. Далее анти-алийзинг трансперити суперсемплинг. Ставим на вот это значение. Далее опускаемся вниз. Здесь в текстурфильтринг находим два параметра. LoadBassDx и LoadBassOGL. Здесь ставим число 3. Чем выше это значение, тем более размытые получаются у вас текстуры. Далее находим такой параметр, как текстурфильтринг, негатив, LoadBass и Bias. И ставим его на Allow. Тут также хочется упомянуть Ati Trade Tools, но увы, он не работает под Windows 10. Теперь перейдем к тестам. Для начала я поставил Lotto DJ на 3. В принципе, никаких существенных изменений в производительности я не заметил. Даже потребление видеопамяти при сжатых текстурах стало больше. Но да ладно, посмотрим, что будет, если поставить Lotto DJ на 10. И тут, блин, стало только хуже. Эх, ладно, может быть RX 570 слишком мощная для CSGO. И я поставил частоту GPU на 300 МГц. И вот что получилось. Не стоит воспринимать этот тест как истину в последней инстанции. Обычно снижение уровня детализации текстур дает весомый прирост производительности. Но, как видите, бывают и такие случаи, как у меня. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну а вот лучшие комментарии с прошлого видео. Всем удачи и пока!